Здравствуйте! В эфире же недельной новости Смоленск КС в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Найти правильные решения на все стоящие перед нами вопросы. Выездное заседание Совета по организации материально-технического обеспечения Росэнергоатома. Я посмотрел на людей, которые это делают, и то, как они это делают, и теперь я спокоен. Фотоблогер живого журнала и старшеклассники Смоленской школы убедились в безопасности атомной энергетики. Полностью убираются все препятствия, которые могут вообще встретить ребята с ограниченными возможностями здоровья в нашей школе. Концерн Росэнергоатом выделил более 1 миллиона рублей на обустройство Десногорской школы. Это одно из первых мероприятий в этом году, которые начинают нашу деятельность, поскольку весна. Всероссийская акция «Добровольцы детям». На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом. Суммарная мощность по концерну 22124 мегаватта, выработка 76 миллиардов 449 миллионов киловатт-часов, 102 процента к плану ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. «В работе три энергоблока. Первый блок 18.05.16.13. Вторая машина включена в сеть и 20.05. В 0.39 включена первая машина в сеть». Выработка электроэнергии за 21 день мая составила 980 миллионов киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработано 7,9 миллиарда киловатт-часов, сверхплана 229 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленской АЭС прошло выездное заседание Совета по организации материально-технического обеспечения акционерного общества «Концерн Росэнергоатом». Участники обсудили вопросы исполнения годовой программы закупок 2017 года, обеспечения ключевых поставок 2018 года под программы продления сроков эксплуатации энергоблоков Балаковской, Кольской, Смоленской АЭС, практика организации дивизиональных закупок и другие вопросы. Хочу всех поприветствовать у нас здесь на площадке, пожелать удачной и успешной работы и найти правильные решения на все стоящие перед нами вопросы в нынешнее время. В ходе совещания было отмечено, что в 2017 году все поставки материально-технических ресурсов на АЭС были выполнены в срок, что способствовало качественному и своевременному продлению плановых ремонтов, работ по модернизации и продлению срока эксплуатации энергоблоков. Также в числе рассмотренных на заседании вопросов подготовка корпоративной миссии «Асарт МАГАТЭ», которая состоится в ноябре текущего года и станет международной оценкой деятельности компании. В перечень направлений проверки по предложению акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» включена тема закупки. В совещании приняли участие представители профильных департаментов Центрального аппарата, заместители директоров атомных станций по общим вопросам, представители закупочных подразделений АЭС, дочерних обществ, акционерные общества «Атомэнергоремонт», «Атомтехэнерго», «Атомкомплект», предприятий машиностроительного дивизиона «Росатома». Вместе с группой учащихся и преподавателей школы номер 25 Смоленска фотоблогер Денис Максимов, автор публикации «Смоленщина-производственная» в интернет-издании «Живой журнал», посетил «Смоленску АЭС». Визит на атомную станцию был организован при поддержке регионального центра по атомной энергии в рамках отраслевого проекта «Наука для каждого». Гости прошли по традиционному маршруту в основные технологические подразделения, реакторные и турбинные залы, помещения главных циркуляционных насосов. Пообщались со специалистами на производственных участках. По словам учителя физики школы номер 25 Смоленска Ольги Смирновой, старшеклассники на уроках изучают ядерную физику, в курсе которой есть атомная энергетика. Поэтому на экскурсии с интересом осматривали производство и задавали много вопросов. Атомная энергетика – это на сегодняшний момент самый экологически безопасный вид получения электроэнергии. С одной стороны, это дешевый вид электроэнергии, это, конечно же, развитие отрасли, развитие экономики нашей области, нашей страны. Денис Максимов запечатлел более 200 уникальных кадров оборудования атомной станции с разных ракурсов. Как рассказал фотоблогер, основная тема его публикации в интернет-дневнике – это производственные объекты области. Фотографии с производства помогают читателям получить представление о промышленном потенциале региона, популяризируют инженерно-технические и рабочие профессии. Интернет-журналист уже побывал на объектах тепловой энергетики, на заводах, предприятиях жилищно-коммунальной сферы и давно задумывался о поездке на самое крупное генерирующее предприятие Смоленщины. Я увидел все своими глазами, я посмотрел лично на значение радиации, и я уверен в том, что, более того, я посмотрел на людей, которые это делают, и то, как они это делают, и теперь я спокоен. Люди очень ответственные, очень благожелательные и при этом общительные, и поэтому я спокоен за Смоленскую атомную электростанцию. На полномасштабном тренажёре блочного счета управления в учебно-тренировочном подразделении школьники попробовали себя в роли операторов, смоделировав различные режимы работы энергоблока. Смоленская АЭС открыта общественности. Регулярно проводятся экскурсии на действующие энергоблоки для школьников, студентов, представителей средств массовой информации, медицинского сообщества, работников предприятий региона. Основная цель – познакомить общественность с высокотехнологичным производством, на котором безопасности и экологии уделяется первостепенное значение. При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС» в школе номер 3 Десногорска реализуется государственная программа «Доступная среда» для детей с ограничениями по здоровью. Проект по формированию в школе безбарьерной среды в 2018 году стал победителем конкурса социально значимых проектов «Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциации территорий расположения атомных электростанций». На его реализацию был выделен грант более 1 миллиона рублей. Полностью убираются все препятствия, которые могут вообще встретить ребята с ограниченными возможностями в здоровье нашей школе, чтобы им было комфортно. Первый этап реализации проекта «Установка пандуса» завершен. Сейчас ведется подготовка к реконструкции санитарных комнат, косметический ремонт, замена сантехнического оборудования. Основной объем работ будет выполнен в период летних каникул, который планируется завершить к 1 июля. Благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом» ежегодно мы участвуем в конкурсе социально значимых проектов, становимся победителями этих конкурсов. Это способствует развитию инфраструктуры школы номер 3, совершенствованию материально-технической базы школы и позволяет школе соответствовать современным стандартам в получении образования для всех групп населения. В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве Смоленска АЭС и администрации Десногорска в школе номер 3 также ремонтируется актовый зал. На средства атомной станции выполнена покраска потолка и стен. На завершающей стадии – замена кровельного покрытия. Работы профинансированы из резервного фонда муниципалитета. Открытие обновленного актового зала планируется 24 мая, в день последнего звонка. Организация молодых атомщиков Смоленска АЭС провела акцию по высадке цветов на территории Десногорского центра социальной помощи семье и детям «Солнышко». 35 клубней гладиолусов ребятам подарила первичная профсоюзная организация Смоленской атомной электростанции. Ранней весной воспитанники вместе с педагогами посадили их в горшочки и заботливо ухаживали. А теплым майским вечером с друзьями-молодыми атомщиками решили высадить их на клумбы возле центра. Сегодня на базе нашего учреждения Центра «Солнышко» в рамках акции ежегодной «Добровольцы детям» и Международного дня семьи проводится акция по посадке гладиолусов воспитанниками Центра «Солнышко» совместно с организацией молодых атомщиков. Мероприятие плановое было запланировано в рамках мероприятия акции «Добровольцы детям-2018», которая проходит с апреля по сентябрь 2018 года. Центр «Солнышко» принимает участие в этой акции ежегодно и каждый раз для ребят организуется много мероприятий и развлечений. Помогают в этом педагогам друзья учреждения «Омовцы». Молодые атомщики уже много лет шефствуют над центром и организуют спортивные и туристические развлечения для детей. А при содействии руководства «Смоленская АЭС» оказывается и другая помощь центру. Организация молодых атомщиков «Смоленская АЭС» ежегодно принимает участие в наших всех мероприятиях. Также работники атомной станции откликаются на наши просьбы. Просьбы и в прошлом году благодаря «Смоленской АЭС» у нас была отремонтирована группа мальчиков с круглосуточным пребыванием. Были выделены денежные средства на косметический ремонт группы. Огромное спасибо хотелось бы передать работникам атомной станции, организации молодых атомщиков и Павлу Алексеевичу Лубенскому. Помощь центру умовцы оказывают с момента создания организации и добрых дел на их счету уже немало, ведь поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, святое. С самого начала нашей организации тогда еще был приют «Солнышко», и мы сразу взяли его подшествия, так же, как и школа-интернат поселка Якимович. Это одно из первых мероприятий в этом году, которые начинают нашу деятельность, насколько весна. В ближайшем будущем мы проведем еще несколько ряд спортивных игр, и по мере обращения руководства «Солнышко» мы будем, естественно, всегда им помогать. Все, кто принимал участие в мероприятии, будут ждать с нетерпением августа, чтобы посмотреть на результат своего труда и узнать, какого цвета гладиолус он вырастил. 26 мая в 10.00 на стадионе «Атамтранс» состоится открытие спартакиады работников «Смоленск АЭС-2018». Приглашаем всех желающих! В Общероссийский день библиотек 27 мая во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом» стартует интеллектуальный забег «Бегущая книга Росатома». В 11.30 состоится торжественное открытие забега в Десногорской библиотеке. Начало ровно в 12.00. Приглашаем к участию десногорцев, желающих выйти на праздничную пробежку и вручить книги всем, кто готов к литературным сюрпризам. Желающим сделать город чуть добрее 27 мая обращаться к координатору акции в Десногорске Светлане Головачевой в Десногорскую библиотеку 2-го микрорайона в рабочие дни с 10 до 17 часов или по телефону 713-18. 29 мая в Цесоне Трино в 19.00 состоится отчетный концерт образцового ансамбля танцев народа мира «Радуга». Вход свободный. Обнинский институт атомной энергетики филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ 3 июля в здании школы номер 1 Десногорска с 9.00 до 12.00 проводит прием документов для поступления. Справки по телефону приемной комиссии 8-48-439-7-01-31 На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС с важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok